Друзья, всем привет! У нас сегодня погода просто летолетняя. У нас 28 градусов. На улице так классно, тепло, хорошо. Цветочки вот уже засыхают у меня. Ну, не все. Морозы, ну, как не морозы, заморозки были. Петуни стоят хорошие, а здесь уже вот засыхают. Ну, я уже семена пособирала немножко. Пока не выдергиваю, пусть еще там созревают, еще семян пособираю. А я сегодня, раз такая погода, и чувствую себя более или менее полдня на огороде проторчала. Я тут все с травой борюсь. Сегодня вот выдрала укроп и что поливала траву, которая засохла, уже эти будули стоят, повыдирала часть. Вот там еще надо выдрать. Она сухая, она легко выдергивается. Это вот у меня куча, вот куча. И вон две... А, вот, да, куча. Это травы я надрала и укроп повыдергивала. Ну, еще вот осталось морковку убрать. У меня, видите, вот морковь, она зацвела. Наверное, оставлю ее, посмотрю, вызреют с нее семена, не вызреют. Вот морковку надо еще убрать. и полить мне все грядки еще на раз, потому что уже и свежая трава вылезает. И уже потом, когда капусту уберу, перепахивать будем огород на зиму. Так что вот такой у меня фронт работы мои, эти, как их, господи, бархатцы, не бархатцы, шафраны. Видите, как морозец их побил. Замерзли. Вот этот кустик подзамерзли. А вот с той стороны вот два кустика вроде веселеньких еще стоят. Так, фокус. А здесь я щавель садила. Видите, как он разросся у меня, этот щавель. Что вы думаете, за все лето, вот один листик муж съел, и я, наверное, три или четыре листика съела. И все. И никто этот щавель у меня не ест. Хотела пирожки со щавелем напечь. А, не надо, мы не будем. Ну, как хотите. Короче, я не знаю, мы в детстве щавель очень любили. А сейчас что-то они ни суп не хотят со щавелем. Вообще не знают, что такое щавель даже, дети. Вкусный такой, кисленький. Пока с вами тут болтала, у меня уже вода через край побежала. В баню набираю воды. В баню хочу растопить. Воды набираю. И пошла, думаю, пока набирается, с вами поболтаю и проворонила. Девчонки, сходила, немножко выдрала морковки, но всю не стала ее выдирать, потому что я своей спиной слягу. Если я всю ее выдеру, переработаю и все. И кранты, мое лечение на смарку. Ну вот, немножко выдрала здесь у меня. Короче, там ведро здесь морковки. Я ее перечистила, помыла, перечистила. Сейчас буду ее перерабатывать. Вы тоже это все увидите. Видео будет по заготовке овощей. Пока я его, видите, постепенно вот что-то делаю, снимаю кусочками. Поэтому не так все это быстро. Вот, и сейчас я тут буду ее и кубиками, и соломкой. И, короче, кому будет интересно, те посмотрят видео по заготовке овощей на кулинарном канале. Сегодня я покажу вам пустые баночки. Здесь у меня немного в пакетике поднабралось. Итак, закончилось средство от Фаберлик для очищения ванной комнаты. Хорошее средство у меня. Это эффект белизны. Артикул 30, 221, если кому-то будет нужно. Здесь пол-литра объем. Отлично справляется с налетом, с пятнами. Мне нравится мыть раковину, душевую кабину, сантехнику. Хорошее, классное средство. Закончилась белизна. В каждом, в каждых пустых баночках вам показываю. Суперское средство мне нравится. Жидкое хозяйственное мыло закончилось, 72%. Я добавляю при стирке, прямо в стиральную машину, неплохое хозяйственное мыло. Больше я его ни для чего не использовала, только для стирки. Прошу прощения. Закончился кондиционер от Фаберлик для белья с аромокапсулами. Здесь у нас не написано, с каким ароматом. Просто ультракондиционер для белья с аромокапсулами. Очень приятный такой нежный запах. На белье он слишком ярко не чувствуется. Мне нравится неплохой кондиционер. Он очень концентрированный. Я его развожу водой и надолго его хватает. Хороший кондиционер. Там разные ароматы есть. У меня артикул 11038. Я не знаю, может быть сейчас артикул поменялся. Спрей, сменный блок, восвежитель. Здесь у меня лесной водопад. Ну, такой аромат не очень. Но он свеженький такой. Знаете, мне вот такие ароматы, вот именно вот этот лесной водопад, морская свежесть, либо еще просто напоминают общественный туалет. Поэтому я их не очень люблю. А эти покупала давно. И вот они лежат. Думаю, ну надо его закончить. В коридор ставила. Что тут говорить? Спрей, спрей. Так, закончился шампунь Алирана. Интенсивное питание предотвращает выпадение и стимулирует рост волос. С этим я не согласна. Хорошо очищает, приятно пахнет. Экономный он, хорошо пенится. Но вот этого эффекта предотвращения выпадения и стимуляции роста волос от шампуня я, конечно, не увидела. Вот у меня есть бальзам и маска. И бальзам и маска мне нравятся. Ну, закончились они уже давно, правда. Шампунь вот никак не мог. Ну, не знаю. Есть лучшие альтернативы, чем Алирана. Дезодорант Old Spice. Приятно очень пахнет. Свеженький такой. И хорошо держит. Шампунь для мужчин с аргинином. Неплохой шампунь. Приятный запах. Хороший расход. Большой объем здесь, по-моему, 400 мл. Классный шампунь. Покупаю я в фикс-прайсе его. Так же у меня закончился вот этот бальзам-ополаскиватель DAF для волос. Мне очень нравится этот бальзам. У него очень приятный запах, приятная консистенция. Он тоже экономный. И мне нравится по действию. Хороший бальзамчик. Так. Что тут еще? Наконец-то закончился у меня вот этот мистер пропер. Средство для мытья полов и стен. Здесь целый литр. Надолго мне хватило. Я его добавляла и в робот-пылесос, когда включаю на мойку полов. И при мытье полов и руками, и шваброй тоже. Неплохое средство. Оно у меня очень напрягал вот этот вот запах. Ну, как-то для меня он немного навязчивый какой-то был. С лимоном мне нравится больше. Закончилось жидкое мыло. Чистота, увлажнение, забота. Magic Boom. Малина. Здесь 500 мл. Заказывала я на улыбке радуги. Классное мыло. Мне очень нравится. Оно кремовое. Хорошо смывает грязь с рук. Руки не сушит. И очень приятный аромат. Закончилось мыло. Дафь. Обожаю. Обожаю вот эти мыло. Дафь. Есть они разные. Там и вот синенькие, и зелененькие, и розовенькие. Пробовала всякие. Мне все нравятся. Но вот именно вот эта классическая версия для питания и увлажнения. Суперское мыло. Мне вот очень-очень оно нравится. Как-то одно время оно было в фикс-прайсе. Очень бюджетно стоило. Сейчас я давно не была в фикс-прайсе. Не знаю, есть ли оно там и какая у него цена. А так здесь у меня упаковка 100 грамм. Хороший кусок мыла. Мне вообще очень нравится. Так. Порошок. Аквапудра. Но он у меня не закончился. Я его пересыпала. Но пакет оставила вам показать. 6 килограмм. Мне он очень понравился. Я вообще люблю порошок миф. Мне очень нравится, как он стирает. Лично для меня это очень хороший порошок. Он отлично все отстирывает. И вот аквапудра мне тоже очень понравилась. Очень приятный аромат. Хорошо стирает. Закончился у меня поласкиватель для посудомоечных машин. Финиш. Это у меня от скотча. Я заказывала на Алиэкспресс. На Тимол, по-моему. И две упаковки там было по акции. И они были склеены скотчем. Вот скотч тут остался. Ну, в принципе, кому это интересно. Классный ополаскиватель. Мне нравится. Посуда быстро сохнет в посудомойке. Нет никаких разводов. Хорошее средство. Вот был у меня какой-то... Я не помню. Мы когда покупали машину, и покупали сразу ополаскиватель. Он какой-то дешманский был. Я даже фирму такую не знаю. Вот с тем ополаскивателем у меня посуда вообще не сохла. И были и пятна на прозрачных бокалах, на кружках прозрачных. На прозрачных тарелках были белые пятна. И плохо сохла посуда. А с этим все хорошо. Так, ну что, совсем чуть-чуть осталось. Маска для лица. Это с чем она у нас? Это с тыквой, с чем? Что я не вижу, что ли? Смягчение и сияние. Мне нравятся вот эти маски. Это у меня еще запасы, которые я заказывала на Алиэкспресс. Как-то одно время я много масок назаказывала. Это вот у меня уже заканчиваются они уже. Классная маска. Мне очень нравится. Отлично питает, увлажняет. Не оставляет липкости на лице. У нее очень интересная лекала. Такое, оно объемное, 3D. Здесь и указано по форме лица. Хорошая масочка. Так, закончилась маска для волос от Estelle. Баба-яга. Это у меня был набор. Маска, термозащита и шампунь. Мне нравится эта серия. Очень приятный аромат. Ягодный, такой прям сладковат. И очень приятно пахнет. Восстанавливающая ягодная маска для волос. Ягоды можжевельника, клюква, бессмертник, хвощ. Мне нравится. Мне вот этот набор понравился. Классная маска. Хороший шампунь. И термозащита тоже. У нее очень приятный запах. Но пока она у меня еще не заканчивается. Объем здесь, по-моему, 200 мл. Классная масочка. Присмотритесь к таким наборам. Там, кстати, они, по-моему, на всех маркетплейсах есть. И на Алиэкспресс, и, по-моему, на Валберис. Но на Алиэкспресс, я когда последний раз смотрела, недорого стоило. Сейчас не знаю. Кому, если нужно будет, напишите. Поищу вам ссылки. Так, и последнее. Закончился у меня... Закончился. Закончилась у меня вот эта маска. Золотой шелк. Это одна из любимейших моих масок. Мне очень она нравится. Заполнение кератином, гиалуроновой кислотой. Маска для волос, запечатывающий ход, реанимация волос. После этой маски волосы гладкие, блестящие, очень такие рассыпчатые, хорошо расчесываются. Маска классная. Действительно, мгновенная реанимация волос. Вот у меня уже все тут до капельки вымазана. Объем 180 миллилитров. В Марафете продают. Да, хоть, по-моему, даже в магнит-косметик. Я знаю, что такой шампунь был. И, по-моему, маски такие были. Но мне очень нравится именно вот эта маска. Я не брала всю серию. А маска мне очень нравится. Классная. Девочки, не могу не похвастаться. Посмотрите, мне с утра уже цветочков надарили. Это сыночек с мужем поздравили. Муж на работе. Вот сыночек с утра поздравил. А это мама мне розочки. Это у нее растут такие розы. Вот букетик. И вот такую красоту она мне подарила. Это мыло. Как можно таким мылом мыться такой красотой. Посмотрите, как все сделано. Аромат вообще обалденный. Красиво. Посмотрите, как оригинально красиво. Супер. Мне вообще нравится. Ну, будет стоять как декор. Но мыться этим точно не буду. Ну, как такую красоту можно. Посмотрите, как каждый лепесточек. Вообще обалдеть. Классно. Вообще мне очень нравится. Красиво сделано. Еще такая открыточка симпатичная. Такое вот мыльце. Подарочек такой оригинальный. Красивый мне подарили. У меня уже тут приготовление полным ходом. Готовлю. Так, тут я делаю салат. Я, девчонки, знаете, наготавливать не буду. Во-первых, Ну, как бы в связи с определенными событиями настроение не то. У нас, тем более, мы с сыном вдвоем. Подруга моя придет вот втроем посидим и все. Мимоску сделаю. Зимний салатик я уже накрошила. Осталось только заправить. Тут у меня курочка домашняя замаринована. Я мариновала соевый соус, чеснок, горчица, мед. Майонез не добавляла. Ночью она у меня мариновалась. На улице сейчас занесла домой, чтобы в тепле постояла, потому что заморозки на улице холодно. Так, кончился майонез. Я вот сама... Тут, видите, у меня бардак. Творческий беспорядок. Сама сделала майонез. Густой такой получился. Неохота в магазин ехать. Я сама забулькала. Так, ну и потом покажу вам стол, что я еще приготовлю. Уже покажу вам стол. Девчонки, ну вот так вот все по-скромному. Ничего я не наготавливала. Соседка еще придет. Вот салатик накрыла, чтобы котик у меня тут не полазил. Это мимоску я сделала. Тут вяленые помидорки. Девчонки, вяленые томаты, оливки, фаршированные этим, господи, шпротами. Не знаю, в светофоре взяла. Попробуем. Это кнуты, оливьешечка. Здесь я сделала пластик. Канапашки такие. Пластик картошечки, пластик свеколки и селедочка. Так, и тарталетки. Тарталетки с творожным сыром и с риеттом. Пять таких, пять таких сделала. Бутерброды горячие у меня готовятся. Это у меня будут стажки. Осталось их в духовку поставить. И потом уже в конце приготовления сырком посыпать. Картошечка, пюрешка будет. Передумали мы, потому что духовка занята будет. Мне некуда будет ставить картошку по-деревенски запекать. Иначе она будет либо холодная, либо долго ждать. А так холодная она невкусная. Так, и в духовке у меня курочка запекается. Вот. Вот такой скромный стол. Девочки, взяла еще вот такой бутыль вина. Крымские вина. Его прямо так расхваливали. Я взяла попробую. 300 с чем-то рублей стоит бутылка. Полтора литра. Столовая полусладкая, красная. Шевалье рушь. Еще там белая есть. По-моему, полусухая, если не ошибаюсь. Ну, я взяла красное вино. Не знаю, попробуем. Если действительно оно вкусное будет, я потом вам скажу. Ну, нам хватит этого посидеть вечерком. Так что, вот так вот. Вот такой скромненький столик. Продолжение следует...